В теплице у меня в Ленинградской области восторг. Вы скажете, восторг можно выращивать в Ленинградской области на улице? Да, наверное, но не пробовал. Он у меня на сегодняшний день, на 11 августа, ну уже вызрел. То есть не весь, конечно, вот эта грозочка вызрела, а вот эта вот еще зеленая, ее видно. Вот зеленая. Вот эта вот, наверное, лучше, уже неплохо. Вот это восторг, ну в смысле, который белый. А вот там дальше супага. Вот он супага. Он другой, он позже, чем восторг, но ненамного. Видите, что он уже по величине, наверное, набрал свою величину и созревает. А вот там, видите, вот, это кишмель-запорожский. И в этом году очень плохо опылился. Ну, я учту, надо будет срывать листья перед опылением. А я этого в этом году не сделал. С этой стороны у нас, у меня цервосагра. Он, знаю, что не для теплицы совсем. Но я был молодой и зеленый, когда я его посадил 15 лет назад. И кусту 15 лет я его не выкопаю. Просто мне жалко обрезать корни такого огромного, в общем-то, дерева, считай, 15 лет. Поэтому он растет у меня в теплице. Два куста, и мне его хватает. И я на улицу его даже не высаживаю. Черенком мог бы, но смысл... Какой смысл? С двух кустов мне этого цервоса хватает вполне. Он еще зеленый, он попозже. Цервосагра. Ну, вы видите, что он владит очень хорошо. Я его не нормирую, как и супагу. Он у меня что завязал, то и есть. Здесь, видите, вот окрашивается эссент. И рядышком с эссентом есть, тоже окрашивается, кстати, кадрянка сельного. Вот она появилась уже, окраска. То есть месяц еще, и он будет у меня готов. И тот, и другой. Это кадрянка сельного и эссент Сидлис. А вот там паланга. Тоже не ругайтесь. Палангу я посадил молодым. Ей 15 лет. И высаживать я ее на улицу. Этот куст не буду. А черенком у меня он сидит уже. И хорошо плодит, кстати, на улице. Потому что нижний предел у паланги минус 30. Это, конечно, не для теплицы совсем. Вот паланга. И тоже окрашивается. Тоже начала окрашиваться. Видите, чуть-чуть розовинка появилась. Это паланга. Это Ленинградская область. Август, месяц, середина.